С начала года в Каратубинском районе, благодаря частным инвестициям, запущено 12 проектов на общую сумму 196,7 миллионов тенге. До завершения года также ожидается реализация нескольких проектов. Об этом на брифинге рассказал Аким района, Катаржан Сиугалиев. На сегодняшний день по проекту «Бастовый бизнес» основам предпринимательства обучено 119 жителей, 92 завершили обучение, 11 получили гранты на реализацию своих бизнес-идей. На 2023 год кредиты под 2,5% на сумму 52,5 миллионов тенге получили 11 человек. Кроме того, в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы подано три заявки на грант до 5 миллионов тенге. Один проект по итогам областной комиссии стал победителем и работает над организацией производства полуфабрикатов. Государственная поддержка оказывается по всем сферам развития сельского хозяйства, в том числе животноводству. Создается системная работа по развитию племенного животноводства, повышению продуктивности и качества продукции животноводства. В соответствии с действующими правилами субсидирования, заявки в сфере животноводства поданы на 319,3 миллиона тенге и на 123 миллиона. Поданы заявки на инвестиционные субсидии для приобретения сельскохозяйственной техники. В отрасли животноводства складывается положительная динамика, стабильно растет поголовье скота, увеличивается объем произведенной продукции. На развитие агропромышленного комплекса нацелен проект «Аул Аманате», который сегодня востребован среди сельчан. По пилотному проекту «Аул Аманате» участвуют Жусандуойский и Кускольский сельские округа. 54 жителя планируют взять кредит на сумму 358,8 миллионов тенге. В своем послании глава государства отметил, что развитие сельского хозяйства, повышение производительности сельскохозяйственной отрасли является одной из стратегических задач нашего государства. Из 54 жителей, подавших документы в СПК «Акжаик», 46 получили кредиты на сумму 310,94 миллиона тенге. В этом году в рамках программы «Нурлыжер» завершено строительство трех четырехквартирных одноэтажных жилых домов, 12 жилых домов в районном центре. Ведется капитальный ремонт подъездных путей на 1,7 километров от трассы Каратюбер-Жемпиты до села Шубтыколь, на 9 километров от трассы Самара-Шемкен до села Кусколь. Ремонтом охвачены также внутрипоселковые дороги Каракамыс и Сулыколь. В целях развития транспортной инфраструктуры района разработана проектно-сметная документация по ремонту 17 километров подъездных путей к селу Жусандыой автомобильной дороги Каратюбер-Каракамыс. Бюджетная заявка направлена в соответствующее управление. Также планируется, что до конца года будет получено экспертное заключение ПСД по капитальному ремонту 27 километров дороги от села Сулыколь до села Каратюбер. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы в Центр занятости населения обратилось 1235 человек, 858 привлечены к активным мерам занятости. 15 сельчан направлены на краткосрочное профессиональное обучение по запросу работы дателя. После окончания они будут трудоустроены на постоянную работу. Екатерина Шмидров, Стамыщанов, Колыбек Акраб, Акжаик Акпарат.